Одинцовский округ входит в тройку лидеров в Подмосковье по эффективности ликвидации самовольных строений и аварийных объектов. Каждое из таких зданий не только портит внешний вид населенных пунктов, но и представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, заметил на еженедельном совещании глава муниципалитета Андрей Иванов. Кроме того, недострои могут становиться прибежищем для маргинальных элементов. Поэтому поставить твердую пятерку за ликвидацию таких зданий мы можем только тогда, когда их число станет нулем. С 2018 года в округе ведется планомерная работа по устранению недостроев. За четыре года удалось ликвидировать 610 таких объектов. Из них 474 дома снесено, а 158 находятся в работе. После ликвидации аварийных сооружений территорию облагораживают или строят объекты социальной инфраструктуры. Так в селе Немчиновка вместо недостроя института лесного хозяйства будет школа. На месте сноса строители уже приступили к устройству котлована будущей общеобразовательной школы на 550 учащихся. Первые ученики Андрея Ивановича пойдут в школу в 2024 году. В рамках муниципальных контрактов ведутся работы по сносу еще трех аварийных зданий на территории округа. В Голицыне, селе Дубки и деревне Улитино. На освобожденных территориях необходимо возводить новые соцобъекты, заметил глава округа. Как мы знаем и об этом часто говорим, что можно было бы построить многое, но у нас нет свободной земли. А здесь она будет подходить и под садики, и под скверы, и под стадионы, и так далее, и так далее. Поэтому давайте эту работу в ближайшее время проведем. Один из эффективных инструментов ликвидации проблемных сооружений – завершение строительства. Так, в 2022 году в округе введено в эксплуатацию три долгостроя – бизнес-центр в Одинцове, торговый комплекс и жилой дом в Звенигороде. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.